Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня находимся на Killing Fest. Это фестиваль выставки ковров, где будет проходить мастер-классы, а также выставки регионального масштаба. Итак, давайте пройдем вместе с вами и посмотрим, кто же, что нам покажет в своем деле. Прямо только что собрали, да? Да, только что собрали. Вот эти уже готовы, после обжига. А глина это какая-то специально используется или как? Ну, это местный и гурганский, гурганский. Специальный, пластичный. Ну, такая, допустим, вот как в частных домах у нас в огороде, земля, который есть, это не пойдет, да? А я думаю, в детстве тоже часто я лепил всякие такие штуки, и они у меня не получались. Оказывается, надо, что на курганах было привозить землю. Да, там разные. Сорта, да, глин? Там зеленая, красная, серая. А вы сами уже сколько занимаетесь таким гончарой? Ну, 3-4 года уже занимаюсь поставниками. Смотрите, ребята, какие офигенные. Вот это вот музыкальный инструмент, да? Ага. Нет, вот так. Что-то не дует, а этот? А этот, да, скучайся. У меня это, я в курдю барану дую. Чтобы воздух туда зашел. Нет, смотри. А-а-а! Сколько нужно времени, чтобы слепить вот такое вот творение? Ну, 10 минут хватит. Серьезно? Да. А обжигается сколько? Да, нет. Сначала формуешь, глины готовишь, потом формуешь на этом станке. Потом сушится 3-4 дня. А она вот, смотрите, допустим... А вот раньше, допустим, вот глину такой слепишь, когда она сушится, она трескается. А вот это, знаете, надо. А-а-а! Треска не дает. А вы, откуда приехали? Туркестанский область. Туркестанский область. Как вы говорили ранее, вы уже делаете, значит, дорожку, да? Да, в Алаши. А вы откуда приехали? Мы из Чемкента. И как, часто делаете? Да, часто делаем. Спрос вообще имеет, да, вот ручное изделие? Спрос мы сейчас изготавливаем разные изделия, чтобы сочетать с интерьером. Мы делаем вот столы, как бы сиденья. Потом делаем из Алаши, сейчас готовим коллекцию одежды. У нас сейчас вот есть галерея в Шемкенте. У нас в семье семь художников. Все работаем по разными направлениями. У нас вот каждый год приходят практиканты из университета, из колледжа. И их обучаем тоже. Алаша сделана вот из двух цветов вот здесь. Нижняя красная и свыше, которая зеленая. Здесь мы вот подбираем, что нам нужно. Вот, например, сейчас мне нужно вот две, с парами считается, две нитки красных и зеленых вот здесь. Я то, что не нужно, опускаю вниз. Вот это хала из стимулс. Габелин. Габелин. Габелин, когда киньи в каптка, то киньи в пиньи. Это с цельного дерева, вытачивается. И потом вот такая вот пиала получается. Кумыс, шуба, отсюда. Пить. Хандай дерево, что за дерево это? Дерево, жангах, орех. Орех? Да, даже орех. Понятно. Да, из чего? Какое дерево? Это дерево, оно это аккарин, белый березный. И он играет? Из жилья делает. Да, и можно играть. А можно попробовать? Ребята, игра на кубызе, она завораживает. Она погружает меня в то время, когда портет еще гулял по степям казахским. Это у нас уги, да? То есть шерсть чья это? Овечья шерсть. Овечья шерсть. А подошва? Подошва кожзаменитель. Все вручную сделано. Сколько вы занимаетесь таким рукоделием? Ой, уже давно. Лет 12. Вы откуда приехали? Сукраинский район. БМ-4. Ага. А какие вы, значит, используете инструменты, чтобы из дерева создавать такое? А простые. Даже стамески. Да? Например, на эту, в день 30, почти месяц. И даже украшения, да, вот из дерева делаете? Это сепочки. Сверхи. Откуда берете, значит, фантазию? Чем? Откуда вот вы в голове сразу этот рисунок? Или смотрите на дерево? Даже годами, когда идею создадут, на этом эскизе будешь нарисовать. Потом будешь материалы искать. И потом, и начинаешь, и поставишь, еще надо дополнительное, надо еще. Сразу как, идею сразу начинаешь, закончить нельзя же. Да. Самая, это моя работа, это самая сложная. Давным-давно мы это играли. Ну что, не знаю. Казахские дети. Ага. Да, да, да. Да, да, да. Малыш. Я же люблю весы. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...